Цвингли погиб, но после Цвингли дело реформации не погибло. После его смерти реформацию в Цюрихе возглавил Генрих Буллингер, и постепенно та форма реформации, которую установил Цвингли, более радикальная форма реформации, стала сливаться с кальвинистской реформацией в рамках так называемого согласия. Документ, который был подписан в Цюрихе в 1549 году. Сам Генрих Буллингер уже не был таким ярким лидером и не мог фактически удержать реформацию в рамках, которые задал его учитель Цвингли. Цвингли имел достаточно специфические богословские взгляды. Сам по себе он был в каком-то смысле рационалист и гуманист. Его учение развивалось вместе, его взгляды, учение, мировоззрение развивалось вместе и параллельно с учением Лютера, но независимо от него. Поэтому, хотя и Лютер, и Цвингли черпали вдохновение в Библии и в работах фактически Эразма Роттердамского, и тот и другой в духовном отношении были последователи Эразма Роттердамского, но все-таки они шли разными путями. В 1528 году Цвингли писал «Я узнал Слово Божие не от Лютера, а изучение Христа». И он действительно не соглашался с Лютером. Во всяком случае, в некоторых моментах эти несогласия были не только очень существенными, но и повлияли на политические события. Фактически, Цвингли пришел к реформации через идею от фонтес, назад к источнику. Он не искал Бога, как искал Лютер. У Лютера это были личные поиски Бога, личные поиски спасения, как Господь должен спасти его душу, его самого. Цвингли нигде не видно, чтобы он переживал такие чувства, что его волновали эти личные экзистенциальные вопросы. Он больше как бы от разума, понимая, что не так в церкви делается, не то богословие в церкви, он приходит к идее реформации. И это в каком-то смысле наложилось и на богословие Цвингли. В центре богословия Цвингли как раз стоит вот эта идея соло-скриптура. Если, как я говорил у Лютера, главная идея это соло-фида, спасение по вере, то у Лютера Цвингли прежде всего Библия. Текст Библии для него это высший закон, высший порядок. Он постоянно обращается к Библии в своих работах, ставит Библию выше всех других источников, подчеркивает роль Библии. Хотя он не стесняется использовать предания. Вообще идея соло-скриптура не означает, что реформаторы отбрасывали предания. Мы как бы привыкли думать, что вот если только Писание, значит ничем другим пользоваться нельзя. И первые реформаторы вроде бы якобы не пользовались. Совсем не так. Когда они говорили соло-скриптура, они отбрасывали только те предания и те взгляды, те учения, которые были дополнительными к Библии и которые Библии не подтверждались. Но они очень активно пользовались теми источниками, традиционными источниками, традицией, которая находила свои корни в Библии. Ну, например, Августином. Все реформаторы фактически воспитывались на Августине. Благодаря Эразму Роттердамскому, благодаря Гутенбергу стали активно печатать Августина. И Августин завладел фактически умами всех передовых людей этой эпохи. И Августина все читали. И Лютер читал. Кстати, он был даже в августянском ордене. Монах августянского ордена. И Лютер, и Цвингли, и Кальвины, все они были вдохновлены и опирались на Августина. Они постоянно цитируют Августина в своих работах. Не только Августина, они цитируют многих так называемых отцов церкви. Они не стесняются этих отцов, но они не относятся к ним так, как к тексту Писания. Вот в этом коренное отличие. То есть они уже, используя предание, оценивают это предание в свете Писания. Процеживают как бы все предание через Писание. И Писание становится высшим эталоном, авторитетом. Но только Писание не означает выбросить все предание, отказаться от предания. Тут надо сказать еще одну очень важную вещь относительно герминевтики Цвингли и всех магистрских реформаторов. В герминевтике Цвингли и все реформаторы использовали историко-критический метод. Хотя он не был еще сформулирован, его еще не знали как историко-критический метод. Но на самом деле они не читали текст буквально. Они исследовали текст с помощью, прежде всего, исторической обстановки, поиски правильной экзегезы слов, как это звучит в оригинальных текстах, в греческом, в иврите. Они знали все, и греческий, и иврит. То есть они занимались анализом текста и смотрели на текст через призму этого анализа. Это совершенно отличается от подхода, который имели анабаптисты и радикалы. Радикалы никогда не признавали историко-критический метод. Они опирались в чтении Библии на буквальное прочтение, а не на историческое прочтение. То есть они верили, что текст Библии написан так, что его может понять всякий каждый человек. Цвингли, Лютер, Кальвин так не верили. Они считали, что текст Библии можно понять только изучая оригинальные языки, изучая историю, изучая, будучи богословско-образованным человеком. Тогда можно правильно понять и истолковать текст. А у радикалов не так. Они исходят из того, что каждый может читать Библию, каждый может понимать Библию. Почему, собственно говоря, возникает вопрос о герминевтике, о способах прочтения Библии? Потому что герминевтика — это наука, которая изучает, как мы понимаем Библию. Не только Библию. Как мы понимаем вообще любой текст. Любой текст в широком смысле слова. Потому что, по сути дела, текст — это все, что есть вокруг нас. Текст может быть в виде звуков, он может быть в виде изображений, он может быть в виде окружающего мира. Мир — это тоже текст. Мы читаем этот текст, мы понимаем этот текст, мы должны понимать язык друг друга. Все это герминевтика. Как мы понимаем информацию, которая поступает к нам. Так вот, герминевтика, оказывается, очень важна в отношении Библии. Как мы понимаем библейский текст? Когда мы читаем текст, мы всегда его воспринимаем несколько по-разному. Два человека будут читать один и тот же отрывок, и каждый будет видеть в нем нечто иное. Как только Лютер, Цвингли, позже другие реформаторы позволили всем читать Библию, они тут же немедленно столкнулись с вот этой герминевтической проблемой разного понимания. Все понимают по-разному. Один видит одно, другое, другое. И каждый говорит, ну ведь написано же, вот, читай, написано. Тот говорит, ну да, вот же написано. И в этом же тексте он видит совсем другой смысл. И это неизбежно. И ничего здесь делать нельзя. Какой выход из вот этого хаоса, из герминевтической анархии, как говорят многие специалисты? Из этой герминевтической анархии, по сути, выходов есть несколько. Ну, во-первых, тот путь, по которому пошли Лютер, особенно Цвингли, они пошли по пути создания определенных символов веры. Все магистрские реформаторы, для того, чтобы ограничить этот произвол герминевтический, чтобы не все читали Библию так, как им вздумается, они создавали символы веры. И когда есть символ веры, все должны читать Библию так, как написано в этом символе веры. То есть, в литеранстве есть большой и малый катехизис Лютера. Вот, пожалуйста, читай большой и малый катехизис Лютера, а потом, читая Библию, ты будешь читать ее так, как прочитал Лютер. В кальвинизме есть свои книги, есть там бельгийское исповедание веры, есть мистерское исповедание веры, есть, в конце концов, наставление Кальвина. Вот читаете эти книги, и вы будете правильно понимать Библию. И вы будете фактически понимать ее так, как ее заложили отцы-основатели этого движения. То же самое было и у Цвингли. Радикалы же никогда не шли по пути создания исповеданий веры. Они находили другие пути для того, чтобы урегулировать этот богословский анархизм и привести к более естественному или общему пониманию. Они для этого использовали общинную герминевтику. То есть община подправляет служителя, и в общине формируется определенное понимание Библии. Поэтому в одной общине оно может быть одно, в другой общине немножко другое понимание. Или в группе общин формируется определенное понимание Библии. И у радикалов не пользуются никаким уважением исповедания веры, какие-то письменные документы, они ориентируются на устную традицию, которая складывается в общине. Вот это тот герминевтический ключ, которым фактически пользуются до сегодняшнего дня все радикальные группы протестантов. Цвингли понимал иначе. Цвингли ориентировался на историко-грамматический подход в понимании Библии. Но, как и Лютер, он настаивал на принципе соло-фиде, только вера, и говорил о пути спасения через веры, хотя он не рассматривал все богословие через призму вот этого понимания только веры, как это было с Лютером. У него все-таки более такой рационалистический подход. Для того, чтобы примирить несколько евангельских течений, которые уже возникли в 20-е годы 16-го столетия, один из самых авторитетных реформатских лидеров, политиков того времени, ландграф Гесенский по имени Филипп, решил устроить в Марбурге, где он, собственно, имел свою резиденцию, встречу между Лютером и Цвингли. И в 1529 году в Марбурге была такая встреча, где присутствовал Лютер с меланхтоном с одной стороны, Цвингли и Эколампади, его друг-исподвижник, с другой стороны. Вот старинная гравюра, которая рассказывает о Марбургском диспуте, или иногда его называют Марбургский коллоквиум. Он начал со 2 октября 1529 года. Три дня шел этот диспут, но не привел никаким результатом. Цвингли и Лютер не могли договориться по главным богословским вопросам, и когда уже стало ясно, что никакого согласия не будет в этом диспуте, Филипп попросил написать Лютера те положения, список доктрин, по которым все-таки есть согласие. И вот Лютер подготовил список из 15 пунктов, 15 артикулов марбургских, так они вошли в историю. И по 14 из этих 15 пунктов Цвингли и Лютер достигли полного согласия. Только один последний пункт остался несогласованным, и они не могли достичь никакого согласия. Это был пункт по поводу Евхаристии, Вечери Господней. Дело в том, что Лютер понимал Евхаристию гораздо более буквально, чем Цвингли. Цвингли считал, что Вечеря Господня – это только воспоминание смерти и страдания Иисуса Христа, и все. Он не вкладывал никакого сакраментального мистического смысла в это действие. Это только исключительно мыслительный акт воспоминания. Кальвин позже отойдет от этой точки зрения и займет более среднюю позицию между Цвингли и Лютером, потому что Лютер в этом вопросе занимал позицию, которая, на первый взгляд, ближе к католицизму. Это не позиция католицизма, но она ближе к католицизму. Лютер считал, что тело и кровь Иисуса Христа присутствуют таинственным, непостижимым образом, присутствуют в знаках, когда мы принимаем хлеб и вино во время вечери. Эта точка зрения в богословии часто называется соприсутствие. Он отрицал присуществление. Не превращается хлеб в тело Христово, вино не превращается в кровь Иисуса Христа, но при этом присутствует духовным образом. Цвингли категорически не соглашался с этой точкой зрения. И 15 пункт марбургских артикулов гласит так. Хотя в это время мы не смогли договориться, действительно ли истинное тело и кровь Христа присутствуют в хлебе и вине, каждая сторона должна проявлять к другой христианскую любовь, насколько это позволяет совесть. Очень примирительный артикул, сформулирован очень красиво. И Филипп Гессенский, который председательствовал, руководил этим диспутом, очень уговаривал, чтобы после диспута Лютер и Цвингли жили как братья, не нападали друг на друга, уважали, любили друг друга. И Цвингли высказал полное согласие с этим. А Лютер, к сожалению, здесь занял гораздо более непримиримую позицию. Он даже отказался пожать руку Цвингли. Цвингли протянул ему руку для пожатия. Он говорит, что я могу пожать тебе руку, как просто представителю грешного человеческого рода, но не как брату во Христе. То есть, как единоверца, как брата, Лютер отказался признавать Цвингли. Из-за этого, собственно, не смогли евангельские силы достичь единства, политического единства. Они не смогли объединиться, лютеране, с швейцарскими протестантами. И это принесло самые роковые последствия во время 30-летней войны, когда католики сплоченные, единые, под руководством одного командования смогли выступить против протестантов, разрозненных, несогласных, воюющих часто друг с другом, и по очереди разгромить протестантов и добиться очень серьезных политических и военных успехов. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Как я говорил, Цвингли был рационалистом, и это было влияние неоплатонизма. Он был вообще поклонник Платона и отделял и даже противопоставлял материю и дух. Для него это были совершенно разные сферы. Если у Лютера духовная и материальная сфера соединяются, я рассказывал вам о том, как он представлял всеобщее священство, как люди должны везде и во всем прославлять Бога и не разделять духовное и мирское, то Цвингли здесь оставался в рамках старой средневековой неоплатонической парадигмы, разделяющей духовное и мирское. И поэтому, кстати говоря, он даже был более радикален, потому что он считал, что никакие внешние материальные предметы не могут служить во время богослужения в храме для прославления Бога. Это все светское, это все мирское. Поэтому он не только отрицал духовные элементы во время вечери, во время Евхаристии, но и отрицал присутствие таких элементов даже во время богослужения. Отсюда вот это иконоборчество, когда он ломает иконы, отсюда отказ от одежды, там, допустим, от крестов, от всех внешних атрибутов. Все это материальное. Материальное и духовное ничего общего не имеет, этому все надо противопоставить. И материя должна только служить духу. Богослужения у цвингли сводятся исключительно к проповеди, к молитве, к чтению псалмов на, правда, понятном родном немецком языке. А все атрибуты, все это было удалено, органы, статуи, колокола, все это было снято. Монашество все было отвергнуто, и в церковной организации цвинглианство опирается на полную самоуправляемость поместных общин. Сама община снимает служителя, ставит служителя. И фактически цвингли заложил основы, начиная с церковной демократии, вообще демократии. Он был сторонник демократического устройства и государства. Если Лютер стоял за монархизм, за то, что должен быть князь, царь, вождь, то у цвингли все демократическое управление. У него советы, у него все демократические формы. Но во всех этих формах важное место по мысли цвингли должен занимать пророк, то есть посланник церкви. Он должен подправлять, он должен присутствовать во всех решениях государственных, он должен быть лошатаем божественной воли. Так, собственно, строилось служение и форма богослужения у цвингли. Очень интересно, что цвингли полностью отрицал музыку во время служения. Он категорически запрещал музыку, не признавал ее, хотя, между прочим, сам был хороший музыкант. Он играл на многих музыкальных инструментах, на скрипке, на арфе, на цимбале, даже на роге. И рассказывают, как он на охотничьем роге исполнял довольно сложные произведения. То есть иногда он развлекал детей в своей общине игрой на лютни, но написал несколько псалмов, они сохранились, эти псалмы, но он не разрешал использовать все это во время богослужения. Все это можно было делать, все музыка после служения, как бы вот, условно говоря, как сегодня говорят на домашних группах, вот там, пожалуйста, пойте, развлекайтесь. Во время богослужения никаких пений. Музыка не предназначается для богослужений. Такова мысль цвингли. Так что цвингли оказался гораздо более радикален во всех своих реформах. И если бы Господь отвел ему больше времени, то неизвестно, во что превратился бы Цюрих. Может быть, Цюрих стал бы доминирующим городом, и богословие цвингли было бы доминирующим в Швейцарии. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!